Все, кто до сих пор верит, что они могут спрятаться от закона, используя криптовалюту, нужно оставить эти иллюзии. Мы придем и за вами. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Вчера я предупреждал тебя о том, что на биткоине может быть резкое движение из-за пресс-конференции, которую проводили регуляторы США. Такое происходит на самом деле не часто, и все ожидали услышать что-то очень страшное. Это и видно на графике биткоина, который обвалился с 21 500 долларов до 20 500 долларов. Давай разберемся, что же произошло вчера, что нам сказали финансовые регуляторы и как это на нас, как криптохолдеров, может повлиять. Ну а если тебе нравятся такие обновления по самым актуальным событиям из мира криптовалюты и экономики, не забудь поставить лайк. На прошлых видео мы набирали очень много лайков, чуть ли не под 6000. Давай на этом наберем 2500 лайков. Я буду очень-очень благодарен. Всем доброго дня, спасибо, что вы здесь. Сегодня Министерство юстиции США наносит значительный удар по криптовалютной криминальной экосистеме. Такими словами началась срочная пресс-конференция финансовых регуляторов США вчера. Они анонсировали первые шаги в борьбе с так называемой криптокриминальной экосистемой. И первое, что они сделали, это закрыли какую-то странную биржу BitsLato и арестовали ее основателя. Кто-нибудь вообще слышал об этой бирже? Тем не менее, таков их первый шаг. Давай послушаем их анонс принудительных действий по отношению к криптоиндустрии, а также разберемся, что это значит для криптоинвесторов. Сегодня Министерство юстиции США наносит значительный удар по криптовалютной криминальной экосистеме. Агенты и прокуроры министерства работают в партнерстве с Минфином США и правоохранительными органами. В том числе не только в США, но, например, во Франции и в Германии. Мы разрушили криптобиржу BitsLato. Эта биржа известна криминальными доходами в Даркнете. Прошлой ночью агенты ФБР арестовали основателя BitsLato Анатолия Легкодымова. Сегодня мы объявляем, что все злоумышленники в криптовалютной индустрии уже находятся под нашим прицелом. Министерство юстиции и наши партнеры используют все инструменты, что у нас есть, для атаки против криминального использования криптовалюты Даркнета. BitsLato не удалось удовлетворить все требования закона США. Требования, которые позволили бы правоохранительным органам исследовать и выявить финансовые преступления биржи. Вместо этого BitsLato облегчило отмывание сотен миллионов долларов. Эти незаконные средства стали ликвидностью на рынках в Даркнете, а также спонсировали создание вирусов, программ-вымогателей. Например, BitsLato стала ключевым финансовым источником для известного рынка Гидра в Даркнете. Это крупнейший российский Даркнет-рынок по торговле запрещенкой. Мы закрыли этот магазин с нашими немецкими партнерами. Гидра была самым долгоживущим и самым большим рынком в Даркнете. Она занимала 80% объемов транзакций в Даркнете. Вместе Гидра и BitsLato сформировали высокотехнологичную доступность криптопреступлений. Но что это значит для криптоинвесторов, для нас с тобой? Я могу назвать три последствия для нас, но об этом чуть позже. Начнем с этого. Заявление Министерства юстиции о BitsLato выглядит очень странно. Они работали больше года, чтобы закрыть неизвестную крошечную российскую биржу? В то время как FTX отмывала миллиарды долларов прямо под их носом? Чтобы ты понимал, насколько BitsLato маленькая криптовалютная биржа. Ее поисковый трафик составлял всего 170 запросов в месяц. Финансовые регуляторы США делают клоунское шоу. Да, стремление вроде бы неплохое очистить пространство от мошенников. Мне нравится эта идея. Избавление криптопространства от плохих игроков – это хорошо для криптовалюты и инвесторов в нее. Но почему так избирательно? Если твоя задача защитить инвесторов в США и по всему миру, причем тут BitsLato? Просто посмотри на поисковые запросы этой биржи в США. Да ее даже не искали во время ее существования в этой стране. Я не против того, чтобы криптопреступники были наказаны, но все выглядит так, будто они выбирают сами, кого выгодно убрать, а кого нет. Биржа позволяла пользователям регистрировать аккаунты с минимальным количеством информации о себе, что в свою очередь привело к тому, что она стала райским местом для злоумышленников и преступных организаций. Они знали, что если полиция отследит их транзакции в BitsLat, биржа не сможет предоставить ей никакой информации о настоящей личности пользователя. При этом руководители биржи и ее организаторы хорошо об этом знали. Все, кто до сих пор верит, что они могут спрятаться от закона, используя криптовалюту, нужно оставить эти иллюзии. Мы придем и за вами. Но как все это влияет на тебя, как криптохолдера? Во-первых, эта история еще не закончена, и она наверняка продолжится, а значит и я продолжу снимать видео с обновлениями по ней. Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить эти обновления. Во-вторых, последствия для криптовалюты и инвесторов. Начнем с того, что Министерство юстиции США четко заявило, это был первый шаг, и они только начали. Это только начало. Они будут шерстить все криптовалютное пространство. Особенно их департамент Финсен, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Нас ожидают скоординированные действия США против криптовалюты, такого значительного масштаба, которого никогда в истории крипты еще не было. Так что теперь ты понимаешь тренд, понимаешь направление, которое выбирает США по отношению к криптовалюте. А вообще забавно, как только биткоин полностью отыграл падение после коллапса FTX, выходит США заявляет такое на весь мир. Да, биткоин сразу же упал на 1000 долларов, но это все равно слишком маленькое падение для таких громких заявлений. Кажется, они уже не знают, как этот биткоин обвалить. Все никак не получается. На самом деле, я думаю, что это объявление инвесторы рынка воспринимают даже как позитивное. А что плохого в том, что всякие мошенники исчезнут из крипторынка. Ну да, умрут сотни проектов, но те, что останутся, будут солидными и 100% вырастут. Как в свое время выросли Amazon, Microsoft, Apple и другие после краха пузыря доткомов в 2000-х годах. Вчера я показал тебе слухи о том, что Генезис планирует объявить о банкротстве. Что ж, сегодня это уже не слухи. Криптовалютная кредитная платформа Генезис, дочерняя компания Digital Currency Group, согласно отчету, готовится объявить банкротство на этой неделе. Отчет последовал за комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая обвинила Генезис и Гемини в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Напомню, что Генезис уже предупреждала, что может объявить банкротство, если окажется неспособной привлечь деньги. Что ж, похоже, никто им эти деньги не дает. Короче говоря, история с DCG и Генезисом не закончена. На что намекает и следующее событие. Digital Currency Group заморозила выплаты дивидендов, чтобы экономить деньги и сохранить ликвидность. Если ты являешься акционером DCG, за последний квартал ты не получишь никаких выплат. Кроме этого, DCG заявила, что она думает над тем, чтобы продать часть своих активов и своего портфеля. Что ж, их портфель достаточно большой. И сейчас ты видишь его на своем экране. Именно эти криптовалюты могут попасть под удар первыми, если они задумают их продать. Да, ситуация выглядит не очень. Ведь DCG очень важный игрок на рынке и очень жирный игрок. Но знаешь, в чем разница между тем, что уже было и тем, что может произойти? Terra Luna, Voyager, Celsius, Three Arrow Capital, FTX. Все они были неожиданными для большинства. Это был черный лебедь. Этого никто не ожидал. Но DCG, Genesis и Grayscale другая история. Ведь про их возможный коллапс говорят уже месяцами. Так что похоже, что если их коллапс случится, то рынки не будут воспринимать это как очередного черного лебедя. Значит и реакция будет другой. Ну а меня зовут Богатищий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok